Торнадо, телепузики, сухопутные Годзиллы – девочки тоже играют в хоккей. Команды юных робототехников собрались у разных сторон импровизированных мини-хоккейных полей. Девятый открытый роботехтический турнир SEV RoboFest начинается с соревнования в категории робо-хоккей. Оригинальные названия команд не удивляют. Фантазии этим детям не занимать. На занятиях они регулярно создают роботов из обычного лего, а позже добавляют специальные элементы, которые позволяют управлять фигуркой, напоминающей героя фильма «Трансформеры». Первый этап робо-хоккея позади. Анастасия в команде со своим младшим братом смогла забить соперникам большинство мячей. Это победа. Было несложно. Скорее всего, против них боролись новички, размышляет девочка. Но впереди следующий этап. Залог победы в этой категории – работа в команде, утверждают абсолютно все участники. А вот в кегель-ринге рассчитывать приходится только на себя. «В программе используется принцип езды по линии. Видите, борт окрашен в чёрный цвет. Мне нужно ориентироваться на него специальным датчиком. Робот поначалу сбивает одну банку, дальше едет по кругу и цепляет специальным устройством остальные. Потом срабатывает финальная программа, которая добивает последнюю банку, сбивая её с финиша максимально быстро». Робо-хоккей и кегель-ринг – категория для ребят постарше. А вот самым маленьким участникам организаторы предлагают посоревноваться в сборке и программировании роботов на скорость. Принять участие здесь могут ребята от шести лет. Виктория Третьякова, преподаватель в Севастопольском клубе роботехники «Слобода-АйТи», уверяет, такой юный возраст – самый подходящий, чтобы начать развивать ребёнка в этой области. «Начинается всё с конструирования простых механизмов, с конструирования простых программ, с несложных алгоритмов, чтобы дети понимали, что они делают, зачем это делают. Это нужно делать, потому что век современных технологий, ребятам как никогда нужно логическое мышление, нужно развитие моторики, чтобы дети просто не терялись в современных технологиях». Роботехника действительно захватывает детей абсолютно разного возраста. Это подтверждает ежегодный рост участников турнира. В этом году приехало рекордное количество ребят – более 200 детей со всего Крыма. «Севробофест» открыл сезон подобных соревнований на базе Малой академии наук. Вскоре юных робототехников ждут и другие увлекательные события. София Троговоз, Дмитрий Фомин, Севинфорумбюро.